Как знать статью 35 Конституции? Снос любого имущества возможен только после вступления в законную силу решения суда. Все. Поэтому все сказки, у вас нет договора аренды, вы не платите, здесь будет магазин, все вопросы через суд. О сносе гаражного кооператива решения суда быть не может. Так же, как не может быть решение суда о сносе пятиэтажки хрущевской. Если вы не хотите уезжать, то на Иваново отдельный суд, на Петрово отдельный. Значит, если 100 боксов в гараже, то 100 судов районных, что каторга. Поэтому многие коммерсанты халтурят, а иногда идут на правонарушение, сносят, ломают, оттесняют охрану без решения суда. Вот этим работягам, вот этим гастарбитарам нужно, можно оказывать фактическое противодействие. Если приезжает милиция, которая теперь полиция, извините, без судебного пристава мы ломать не дадим. Вот фундамент вопроса. А прежде чем приедут ломать все это, наверняка еще можно что-то сделать, куда-то пойти, что-то написать или куда-то обратиться? Появляются бумажки на гараже. Вы стоите незаконно. Предлагаем срок до 1 мая, до 15 октября забрать имущество свое. Ответ один. Надо писать главе администрации района, города, округа, края, национальной республики. Статья 35 Конституции. Президент нашей страны сказал, живем строго по законам России, без суда не уйдем. Вот тогда они вступят в свои переговоры. Или отступят, или дадут другое место. Многие сейчас подобные истории обсуждают в социальных сетях. Как вы считаете, публичная огласка помогает в таких ситуациях? Невероятно помогает, но нельзя полагаться только на сети. И сети, и плакаты, и официальные заявления, подписи героев, ветеранов, орденоносцев, ветеранов войны и труда, депутаты, от муниципального до Государственной думы. Спасибо, Леонид Дмитриевич, за то, что пришли к нам в студию. И напомню о том, как отстоять свое право на гараж. Мы поговорили с вице-президентом движения автомобилистов России Леонидом Ольшанским.